Так, приветствуем зрителей канала Злой Эколог. Сегодня у нас в гостях Василий Крюков. Это российский политик, можно сказать, который по независимым от него обстоятельствам оказался диссидентом и проживает сейчас в Германии, в стране Европейского Союза. Все верно? Да, добрый день, друзья. Зовут меня Крюков Василий. Я занимался в России законной депутатской и общественно-политической деятельностью. То есть был региональным политиком, местным политиком был. Избирали меня депутатом в городскую думу города Ижевска. Был у меня избирательный округ 20 тысяч избирателей. По своим политическим взглядам я русский националист. Возглавлял региональное отделение партии Народный Союз. Это Сергей Николаевич Бабурина. Руководил избирательной компанией Блока Родина в 2003 году, когда они избрались в Государственную Думу. Ну вот, в общем-то, так для предисловия. Если будут какие-то еще там вопросы у зрителей, ну сейчас понятно, это трансляция, их не будет. Ну я могу задать вместо зрителей в двух словах. Расскажите, пожалуйста, каким образом вы оказались в Европе? Что этому предшествовало? Ну, националисту избраться депутатом не так уж и просто могу сказать. То есть у вас действительно была поддержка народная такая, что у вас получилось избраться. Сколько вы полностью весь срок депутатский пробыли? И из-за чего, что послужило основной причиной того, что вы сейчас не на родине, а в Германии находитесь? Ну, классическая здесь история. 282-я русская статья, то есть преследование якобы за экстремистскую деятельность. То есть под экстремистскую деятельность подводят все, любую критику власти можно подвести под экстремистскую деятельность. И даже несмотря на то, что там депутат, некоторые считают, что это дает какую-то неприкосновенность. Ну, неприкосновенность, она есть в Государственной Думе, там привлекать людей сложнее, там согласие должна давать Дума. А неприкосновенность депутата Городского, Городской Думы, она заключается в том, что уголовное дело возбуждает на тебя просто. Тогда это было еще, следственного комитета не было, прокурор субъекта федерации. Ну вот прокурор счел необходимым на меня уголовное дело возбудить. А, да, это сначала еще было в 2006 году, меня преследовали по 318 и 319 статье, нагрянули к нам в офис сотрудники полиции, сразу там с нескольких отделов в количестве 14 человек якобы, как они заявили, будут отыскивать экстремистскую литературу, взрывные устройства, взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы и так далее и тому подобное. Ничего найти не нашли, но потом составили все они на меня, нападали рапорта, что я их всех там очень сильно оскорблял и избивал при этом. 14 человек потерпевших милиционеров у меня было, они не постеснялись, возбудили на меня уголовное дело, оно тянулось 2,5 года, они просто хотели, чтобы я сложил свои депутатские полномочия. А потом, когда они действительно, я был депутатом с 2005 по 2010 год, я их не сложил, я там выдержал все это преследование и в суде в конечном итоге прекратили это дело. И когда у меня закончилось мой депутатский срок, меня просто не допустили до выборов. То есть, ну, по классической сейчас версии, это в Москве уже все видели сейчас, только вот сейчас затронуло демократов, либералов, а меня еще 10 лет назад там и моих соратников затрагивало. То есть, я собираю подписи со своего избирательного округа, в котором я 5 лет работал, в котором меня все знают и знают меня с очень положительной стороны, в котором у меня есть поддержка, с которой я выхожу на улицу и иду, со мной везде здоровывается округ, 20 тысяч избирателей, это большой достаточно округ, и там надо собрать 500 подписей. Для меня это не вопрос. Я их собираю, не подделываю ничего, их сдаю, там проводят якобы эксперт, проводит какую-то каллиграфическую экспертизу и признает подписи недостоверенными. Мне отказывают в регистрации. Я за два дня до окончания регистрации еще раз успеваю заявиться, провести всю процедуру, а снова подаю эти подписи второй раз за одну избирательную кампанию, второй раз подписи не признают. После этого меня не допускают до выборов, у меня оканчиваются депутатские полномочия, и на меня возбуждают 282 статью за выступление на митинге. Я был заявителем митинга, это было 14 декабря 2010 года, было громкое убийство в Москве кавказцами Егора Свиридова, события на Манежке, и вот мы тоже в Ижевске вышли, ижевская молодежь вышла для того, чтобы выразить свой протест. И я выступал, с русским языком у меня все в порядке, матом не ругаюсь, по крайней мере в публичных местах, мысли свои выражать умею, рассказывал, как там у нас, в каком загоне у нас русская культура. На непосредственных примерах, как это даже у нас в Ижевске, в Удмуртии, как вообще унижают русский народ всячески, в каком социально-экономическом положении, все это как бы рассказывал. Что вот события на Манежке, они были не случайны, они вот стали результатом такой государственной политики. Но в ответ на критику, государство решает не бороться с теми проблемами, про которые я говорил, например, а бороться с тем, кто об этом говорит. Ну, возбуждается 282 статья, и, ну, в общем-то, да, они собирались еще там другие уголовные дела возбуждать, и точно меня бы отправили сначала в СИЗО, в котором я уже был по первому уголовному делу, а потом отправили бы сидеть ни за что, еще бы пострадали другие люди, возбудили бы дела на них. И поэтому, ну, я выбрал такой, такой сделал выбор, что покинуть страну, я уже был объявлен в федеральный розыск, и пришлось каким-то образом выбираться. Запросил политическое убежище в Германии, я скажу, это тоже достижение для, именно для русского политика, потому что, ну, знаете, в Европе это говорится, что общество там равных возможностей и так далее, но меня здесь сразу сказали, там, если бы ты просил убежище как гомосексуалист, которых преследует кровавый Путин, то тебе было бы намного легче получить политическое убежище, а с твоими взглядами это будет очень сложно. Я три года вместе с адвокатом занимался вот своим делом, своим вопросом, в конечном итоге, мне федеральное ведомство Германии по делам, иммигрантов и беженцев предоставило политическое убежище, ну и в связи с чем я имею возможность вести, по крайней мере, сейчас хотя бы информационную работу. И вот в результате этой работы, да, у меня был на Ютубе канал в 11 тысяч подписчиков, его тоже уничтожили, удалили, у меня два живых журнала уничтожили, удалили, блокировали там на Фейсбуках и так далее. Ну в результате все-таки сейчас там маленький канал у меня есть, если кому будет интересно, так и называется, Крюков Василий или Василий Крюков, ссылку может быть дадите потом. Да, Василий, я сейчас сразу перебью. Во-первых, ссылка будет на ваш видеоканал в любом случае в описании. И там я размещу еще ролик, который на меня произвел очень серьезное впечатление, где вы рассказываете о том, кто такой Станислав Котельников, который сейчас ведет провокационную деятельность в сети. И вопрос у меня еще такой. Вот я интересуюсь политикой, тем более я всегда симпатизировал националистическим каким-то организациям. Но о вас, о том, что вот у вас были такие... Неправильно говорить националистическим, правильно говорить национальным. А меня интересует, мне больше всего нравится там не то, что... Я не говорю националистическое движение, я говорю национальное движение. А еще лучше русское национальное движение или просто русское движение. Не националистическое, а национальное. А тут есть оттенки определенные. Хорошо, хорошо, да. Я понял, я тоже не сразу подобрал, думал, как правильно, какое слово сказать. К этому тоже мы сейчас вернемся, к националистическим движениям. Я, хоть и интересуюсь политикой, да, но я про ваш случай никогда, ничего, нигде в прессе не видел и не слышал, не встречал. Вот только узнал я о вас на канале Вильгельма Варкентин, будильник, кому не все равно. Он периодически там что-то рассказывает и вас упоминает. Вот, видео вы даже записывали с ним совместное. И вот на видео я увидел имперский флаг у вас на заднем фоне. И в связи с этим, а, этот вопрос сейчас чуть попозже перейдем. Есть ли еще какие-либо прецеденты у нас в стране, чтобы политик вашего уровня, может быть, там чуть выше, чтобы он сталкивался с такими же проблемами, и ему пришлось эмигрировать? Есть еще какие-то прецеденты? Ну, есть. И, между прочим, да, я вам порекомендую этого человека. У меня сейчас с ним, к сожалению, ну, это Игорь Владимирович Артемов. Я с ним знаком 18 лет, но последние два года мы не общаемся, там, по личным причинам, можно сказать. Вот я вам порекомендую, я всем рекомендую, несмотря даже ни на какие личные отношения, и в этом плане вот Вильгельму Варкентину тоже огромное спасибо, можно сказать, что благодаря тому, что он упомянул, мы вот с вами сегодня здесь собрались. Так вот, в среде русских националистов или русского национального движения я считаю самым сильным и самой авторитетной фигурой и в политическом плане, и в интеллектуальном, и именно по конкретным достижениям, тоже, наверное, человек, которого, возможно, вы и не слыхали, но обязательно там... Не слышал, не слышал. Пригласите его в эфир. Игорь Владимирович Артемов получил политическое убежище в Соединенных Штатах Америки. И, значит, ну почему, я считаю, его случай-то вообще уникальный. Вот я был депутатом Ижевской городской думы, но это все-таки там муниципальный уровень, все равно там хоть и 20 тысяч избирателей, но... А он был депутатом Владимирского законодательного собрания, причем два созыва. То есть еще раз переизбрался. Он там огромный авторитет заслужил. Я там ездил к нему и на выборах, и в Покров, и... Ну, в общем, это Владимирская область, знаменитый город Петушки, знаменитый по произведению Москва Петушки, да, Венедикта Ерофеева, город Покров и так далее. И вот человек был в законодательном собрании Владимирской области. Это уже более высокого уровня, два созыва. Более того, в 2003 году, когда вот наш блок Родины избирался на выборах в Государственную думу, это, ну, последняя победа, последнее вхождение, можно сказать, русских политиков в Государственную думу, Артемов не пошел по списку Родины, хотя ему там предлагали 15-ю строчку. Он решил сам выиграть в одномандатный округ во Владимирской области. И для того, чтобы Владимирская область входила в так называемый тогда Красный пояс, это еще 2003 год. И для того, чтобы провести своего кандидата, Артемов рубился в округе, в котором 600 тысяч избирателей. Ну, округ Государственную думу – это 600 тысяч избирателей. И вот человек рубился в этом округе, 600 тысяч избирателей. И там было сначала три кандидата – от ЛДПР, КПРФ и Единой России. И для того, чтобы сделать единого сильного кандидата, они договорились, они вступили в сговор, там сам Сурков приезжал на эти выборы. Они договорились, чтобы сняли кандидат из «Единая Россия» и ЛДПР, чтобы только коммунист был от КПРФ и Артемов. И потом этот коммунист, он выиграл у Артемова в таком огромном округе, просто его невозможно было закрыть наблюдателями в сельских отдаленных районах, и они там сделали, нарисовали весь результат. И вот Игорь Владимирович тогда, по-моему, победил там с разрывом, ну, с каким-то минимальным, какие-то доли процента, да, буквально доли процента. И этот коммунист, так называемый КПРФщик, зашел в Государственную Думу и тут же стал единороссом. Вот. И, видимо, сегодня мы с вами тоже будем обсуждать таких деятелей. Предварительно мы с вами разговаривали про ПДС, НПСР, но это тоже вот такие красные деятели от КПРФ. Ну, КПРФ много, вообще леваки много экспериментируют на правом поле, на национальном, ну, давайте об этом... Да, давайте плавно перейдем. Да, что меня вот заинтересовало, почему я очень хотел записать это интервью. Вот у вас русский имперский флаг на заднем фоне в ваших видео присутствует. В связи с чем я вспомнил про такую организацию, как ПДС, НПСР. В прошлом году они очень активно начали пиар-компанию о том, что вот все, Путин уходи, там 28 пунктов, или сколько, потому что я не помню. Путин врет в том-то, в том-то. К ним примкнул освободившийся из колонии Квачков полковник, который является как бы одним из символов русского националистического движения. И я, можно сказать, купившись на фигуру Квачкова, подумал, что на самом деле реальные какие-то люди, послушал, что они говорят. Говорят очень правильные вещи, милые сердцу, скажем так. И я начал активно за ними следить, сделал ролик на своем канале, что вот будет шествие там определенное. Всячески пытался их поддержать. После того, как это шествие состоялось у них, я уже не помню, там какого числа это было, вот, так же они там все вышли на трибуны, выступили, там мы требуем, принимаем решения, все хорошо. И на этом все закончилось. То есть я полагал, что если вы такие действительно националистические идеи проповедуете, если у вас такие серьезные требования, ну вы как-то должны этих требований добиваться, то есть какие-то действия должны быть, помимо шествия и лозунгов с трибуны. И на этом все захлопнулось больше от них ни слуху, ни духу. И я это воспринял как пшик, сделал еще один ролик уже гневный в их адрес, сказал, что так дела не пойдет. И как бы перестал на них обращать внимание, отписался там от их канала. И вот еще буквально пару месяцев назад есть такой канал, аудио статьи, его автор Павел Иванов, он рассказал, что на его канал кинули страйк, и страйк, оказалось, это кинул канал спец, YouTube канал есть, и на котором, на канале спец, там постоянно вот эти ПДС, НПСР люди выступают. Я не знаю, насколько они с ним аффилированы, но тем не менее канал тоже очень серьезный. Если аудио статьи у него там около 300 подписчиков, то вот этот вот канал спец, там тоже, по-моему, за сотню тысяч, если я не ошибаюсь, подписчиков. И, я думаю, странно, вроде вот этот Павел Иванов, аудио статьи, вроде у него очень здравый взгляд на вещи, на то, что происходит. Он также поддерживает как бы национальные там движения в определенной степени, да. И тут такая война, думаю, среди национально ориентированных людей. Думаю, что такое. И Павел Иванов опускает ролик, и он обращает внимание на то, что лидер ПДС, НПСР, сейчас фамилию не помню его, что он записывает свои ролики в помещении, которое предоставлено мэрией Москвы. То есть он сравнил это помещение, и говорит, как же так, какие вы борцы за национальные идеи, если вы финансируетесь из мэрии Москвы, ну, это, как есть там, правительство Российской Федерации, если чуть ниже уровень взять, то это мэрия Москвы, грубо говоря. Вот, и после этого у меня к ним еще больше вопросов возникло, и я посчитал, что просто не имеет смысла с ними какие-то там отношения поддерживать, и о них как-то хорошо высказываться, скажем так. И вот, увидев флаг у вас на заднем фоне, я подумал, что странно, может быть, вы имеете какое-то к ним отношение. Что скажете по этому поводу, и ваше отношение к этой организации, к ПДС МПСР? Ну, спасибо вам огромное за вопрос. Он, на самом деле, Сергей, вопрос был глинный, и рассказывать-то еще для меня как бы могло, да? Ну, вы постарайтесь покороче, пожалуйста. Да, я понимаю. Потому что у меня еще есть вопросы. Хорошо. Отношение к ПДС МПСР у меня резко негативное, как к любым запутинским фрикам и петрушкам, или, ну, условно говоря, людям, которые изображают из себя оппозицию. То, чем является ПДС МПСР, это такая прикормленная, карманная, КПРФ-овская структура, которая, ну, сама по себе КПРФ изображает вот такую оппозиционную деятельность в Государственной Думе, а это к ней вот такое бесплатное приложение, которое как раз несет вот для русского движения, для людей, которые там не очень хорошо разбираются, выполняют очень резко негативные функции. Ну, вот видите, мы с вами, например, сейчас сегодня первый раз общаемся, вы как бы раньше не были знакомы, и вот люди как бы воспринимают, вот оно флаг, значит, это что-то, относящееся к русскому движению, да? И у меня тоже в последние, там, наверное, год-полтора постоянно я где-то что-то прокомментирую, мне говорят, ну, вы там с ПДС МПСР, я думаю, почему, какое отношение, какое ПДС МПСР, это совершенно интернационалисты, никакие, никакого, интернационалисты, я употребляю слово интернационализм, в негативном, с негативной коннотацией, ну, знаете, для русского человека идеал, там, это белое движение национальное, да, ну, вот эпохи гражданской войны, а вот для коммуниста это красное интернациональное движение. Ну, у нас в стране интернационалисты, в нашей России уничтожили, никто не уничтожил столько народа, как красные интернационалисты. И вот они создают такую организацию, про которую я высказывался, ну, на протяжении там последних двух-трех лет очень-очень много раз. И особенно люто и гневно ко мне там реагировали, когда, значит, я людям объяснял, что, пожалуйста, не топите вы за вот, кремлевского имитатора Грудинина на выборах, что выборы, это все, вот все, что перед вами происходит на экранах телевидения, где вот не кандидат от КПРФ, а кандидат вот от НПСР, от каких-то народно-патриотических сил, которые якобы объединяют там и красных, и белых, всех на свете объединяет, вот это Грудинин. Я говорил, что, ну, это абсолютно фигура дутая, манипулятивная. Вот ему сказали, иди выступай на эти выборы. Он пошел, выступает, не имеет никакого отношения не то, что политически к русскому народу, но и по своему происхождению, он крайне далек от русского народа. То же самое я говорил про Андрея Николаевича Савельева. Ну, то есть там вот это уже ближе к русскому движению, он там из себя корчил такого монархиста. Как раз, да, почему я по нему выступал, он тогда наехал на Сергея Николаевича Бабурин, лидера партии, в которой я состоял, руководил региональным отделением. Хотя Сергей Николаевич Бабурин сделал действительно очень много практического для русского народа. Вот господин Савельев, он когда-то был еще и в КПСС, и был в социал-демократической партии, и был там у Гавриила Попова в последнем созыве Моссовета. И, в общем, жизнь покувыркался, покувыркался, и вот его прибило, ему даже нашли какую-то такую креатуру, устроили, да, его в список Родины, его друг Рогозин пристроил, в связи с чем Савельев и стал депутатом Государственной Думы. Ну и вот, в конце концов, вот этот весь политический блуд, его привел к ПДС МПСР. Вот понимаете, в чем суть? Флаг вообще, кстати, и не такой у них. Они этот флаг перевернули. То есть вот этот флаг утвержден геральдической комиссией и утвержден высшим соизволением императора российского, я не помню, наверное, при Александре II, может быть, еще и раньше это было. То есть вот именно такое расположение цветов. Сверху черный, снизу белый, и вот двуглавый орел, да? Они его перевернули. И, ну, то есть, когда люди начинают переворачивать вот национальные символы, они не только вот внешнюю сторону, они и внутри все переворачивают. То есть это коммунисты, которые выдают себя за националистов. Это вообще сейчас большой тренд. В разных сегментах российской политики различные левацкие группы экспериментируют на националистическом поле. Условно говоря, там какие-нибудь левый фронт, который основывал Илья Пономарев, он вдруг делает там неязыческие движения на Ставрополе, в Астраханской области и преподносит там каких-нибудь неязычников в качестве националистов. Или Даниила Константинова, который сейчас в Вильнюсе. То есть он всю жизнь был в окружении Ильи Пономарева, дружил там с Машей Баст, а теперь это тоже становится, как бы они преподносят националистов. На самом деле ПДС НПСР имеет очень давнюю историю. Это вот сейчас, в последнее время, про нее стали больше говорить. И еще и Савельев им продал, по сути дела, вот этот русский марш на Октябрьском поле, который проводили, вот фактически красное. Это вызвало бурю негативных эмоций вообще у всех русских людей. А вообще изначально ПДС НПСР возник еще, он это очень старая организация, ну или псевдоорганизация, она возникла еще в 1996 году при Ельцине, ее корни уходят. Я тогда еще даже сам в свое время, я и сейчас считаю Александра Андреевича Проханова большим русским писателем, тогда я постоянно читал газету «Завтра», ну и вообще я был сторонником там «Белого дома», когда расстреливал Ельцин. И идеология газеты «Завтра», она меня устраивала, но устраивала частично, потому что там они в конечном итоге, вот они к 1996 году подошли к тому, и Александр Проханов был одним из идеологов этого обоснования. Они стали говорить, что нам не нужно враждовать красных и белых, надо слить со всем воедино, и вот мы будем красно-белыми и так далее. А на самом деле, ну, русский народ говорит, ну, мы ничего против не имеем, но вы коммунисты, которые уничтожили там десятки миллионов людей, уничтожили императора с семьей, уничтожили там весь цвет русского общества, ну, сначала должны как бы покаяться, наверное, в своих преступлениях и отречься от своей идеологии, а потом, да, вы, может, имеете возможность снова стать русскими людьми, да. И вот они, это, вот сейчас модное слово гибридность, так вот, это так, вот один из первых идеологических гибридов, то есть несовместимые вещи, уместить там все вместе и православие, и Дзержинского, да, и Ленина со Сталиным, и Николая Второго, да, ну, это вот, вот этот гибрид такой невозможный, когда людям просто вот от этого выносят, честно говоря, мозги. И я вот даже не делал, вот у меня видео, я сейчас посмотрел, перед тем, как с вами передачу делать, что-то куда-то заглянул, смотрю, у них там на их сайте Ольга Четверикова выступает. У меня видео есть, длинное видео тоже где-то в час на моем канале, но оно не хуже, чем по Котельникову, хотя я в подробности там особо сильно не вникал. Итак, Ольга Четверикова, она сейчас якобы религиевед и защищает православную там веру, хотя окончила институт там атеистические, там какие-то вот это, марксизма-ленинизма состояла в партии, а окончила МГИМО, МГИМО это альма-матор, ну, фактически вот международных разведчиков. Так у нее и все ее предки и были международными разведчиками, ее отец был руководителем регизентуры в Париже, носил чин генерала КГБ, ее дедушка был, вообще служил в частях ЧОН, фактически руководил репрессиями, тоже был генералом ВЧК МКВД, и теперь вот человек с таким вот генезисом нам рассказывает про защиту православия, что-то там, ну, то есть вот проводит кремлевские вот эти идеологические эксперименты и преподносит россиянам, которым, ну, а потом в конечном итоге, да, они идут на выборы, они обеспечивают явку Кремлю с криком «Придите и проголосуйте за Грудинина!» Это последний шанс русского народа на что-то, ну, на что бы скинуть Путина. Ну, как может быть марионетка шансом избавиться от руки, на которой эта марионетка надета? И когда людям это вот объясняешь, неделю за неделей, месяц за месяцем, на меня там брызжут слюной, и говорят, ты топишь за Кремль, мне говорят, ты топишь за Кремль, ты продался, не знаю там кому, кремлю чекистам, ты нашего любимого Павла Чеевича, там, не помню, последний наш свет в окошке, а хочешь, чтобы он проиграл Путину, чтобы твой Путин выиграл? Ну как, тяжело людям это объяснить. Ну, можно отдать должное, достаточно хорошо они работают, потому что вот про них, например, я узнал в прошлом году, да, а про тебя узнал только в эту году, что есть такой человек, да, который реально... Ну, я, кстати, да, ну, в дополнение к тому, что, ну, у меня были, у меня были интервью там и на Радио Свобода, например, там лежат, там, если поискать, можно найти, там еще где, ну, были и в респектабельных СМИ, у меня блог на Эхо Москвы даже есть и так далее, но почему, как бы, вот смотрите, у меня был, я еще раз рассказываю, у меня был канал на... Я не записываюсь в главные оппоненты по ДСМ, ПСР. Мне это сто лет не надо, я просто, ну, вот, с вами общаюсь, объясняю ситуацию отношения, действительно, русского движения к этим, к этим кремлевским фейкам, да. Ну, вот смотрите, у них... Вы меня сказали, сегодня есть такой канал спец, да. Я о нем тоже раньше ничего не слышал. Я сегодня туда захожу, я смотрю, там 465 тысяч подписчиков. Я думаю, ну, неужели 465 тысяч русских людей могут питаться такой интеллектуальной билибердой, иначе не скажешь, которую вот ему там продают и вжевывают вот этот там, как его, болдырев, который, ну, тоже кувыркался, кувыркался везде там, начиная от Явлинского и Яблоко, и заканчивая вот этим, да. Ну, вот эти шулеры просто продают. И я не знал про этот канал. У нас сейчас действительно общество-то очень атомизированное. Ты информации мало где получишь, но еще есть там, скажем, алгоритмы Ютуба, с которыми администрация президента, я думаю, работает. И я думаю, что они выводят вот таких своих, ну, на самом деле, действительно, вы правильно говорите, они лучше работают, а зачем им лучше не работать? Это дорогой проект. У них там есть, что называется, став, помимо там, ихних говорящих голов, есть какая-то команда техническая, которая это все делает, занимается сайтом, занимается тем, занимается другим. И самое главное, их за эту работу не то, что не преследуют, а еще и платят. Финансируют, да, напрямую. А что значит оппозиционер? Тем более, ну, там, политэмигрант. Вот у меня был канал в 11 тысяч подписчиков. Мне его взял Ютуб, без объяснения причин, просто взял и снес. Ну, как я могу? Или как люди, ну, которые так же думают, как я, которых тоже достаточно много, они не имеют возможности объединиться и вести легальную деятельность, потому что, ну, придет ЦПЭшник, придет ЦПЭшник, и всю эту вашу лавку закроют. Не то, что там вам администрация президента будет деньги платить. И мэрия Москвы, как вот вы мне сегодня рассказали, это была интересная информация, что московская мэрия предоставила ПДС, МПСР, помещение. Ну, я могу, как бы, с юридической точки зрения там объяснить. В Мосгордуме имеется сейчас фракция КПРФ, они там провели нескольких своих депутатов, там, причем, некоторые достаточно такие весомые личности-то, да, но они же могут породить для того, чтобы, действительно, там, Шумилова или Шумайлова, или как вот там, депутатша от КПРФ, но они имеют в рамках, в рамках обеспечения, вот, собственно, депутатской деятельности, собственно, ну, или попросить помещение, или пролоббировать какой-то социально полезной организации, чтобы московская мэрия сделала, но это может быть, вот таким путем они могут это сделать, но другой вариант, что историю, как независимые депутаты допускались на эти выборы в Мосгордуму, мы тоже знаем, то есть, если, возможно, у нас была бы, смотрите, в этом ничего нет плохого, если мэрия выделяет помещение кому-то, да, то есть, если бы не КПРФ зашла, а, допустим, какая-то бы оппозиционная структура, они бы провели там 10 своих депутатов, да, и они бы из мэрии получили бы, ну, мы сделаем еще помещение для, для вот этой организации, для хорошей, очень хорошей и совсем хорошей организации, для трех организаций мы еще там сделаем помещение, это было бы нормально, но ненормально, когда в условиях отсутствия политической конкуренции, когда в условиях монополии власти, что власть, она монопольная, она исходит из Кремля, через Сергея Семеновича Собянина, транслируется в Москву, и вот им, своим марионетками, предоставляют просто помещение, и все, конечно, все хорошо, все замечательно. Отлично, Василий, вот сейчас в процессе разговора я вас слушаю, да, и у меня возникло предложение. Как вы отнесетесь к тому, если мы на моем канале с вами периодически будем встречаться и записывать видео по национальному вопросу на политическую тему? Я только за, потому что мне как раз не хватает вопросов от людей, у которых они есть, потому что я общаюсь в кругу своих единомышленников, нам уже друг другу нечего говорить, нечего объяснять, мы все как бы у нас понедельный аппарат один и тот же, да, а вот вы представляете какую-то аудиторию, у которой есть вопросы, и замечательно я буду для этой аудитории что-то разъяснять, свои позиции. Я как раз говорю, что я увидел одно ваше видео на три с половиной часа, вы говорите, еще у вас есть оказывается по четверяковое такое видео, и понимаю, что все вопросы, которые у меня есть в рамках сегодняшней записи, я их не задам, просто физически не успею, а вы человек очень интересный, очень с большим багажом знаний по этому вопросу, плюс у вас еще и взгляд со стороны, можно сказать, ваше мнение, я думаю, будет очень интересно подписчикам, пишите свои вопросы под видео, мы тогда посмотрим, какой формат, может быть, там раз в неделю будем записываться, может быть, по необходимости, может быть, чаще, короче, сориентируемся. И если будет очень много вопросов поступать, мы, естественно, будем делать больше передачи и вопросы озвучивать в прямом эфире, потому что я тоже, у меня свой взгляд, у подписчиков может быть свой взгляд и свои вопросы. И я вот предлагаю наше общение продолжить и сделаю я плейлист отдельный на канале «Национальный вопрос», например, и так у нас будет называться передача «Национальный вопрос» Василий Мплюк. С большим удовольствием я говорю, новая аудитория часто бывает более благодарна. Еще раз я вот вам просто посоветую, ну, дам контакты потом за эфиром Игоря Владимировича Артемова пригласите, его, ну, с большим интересом слушают на русских национальных каналах и я вот всегда, где могу, продвигаю человека, чье мнение оно весомо, значимо и я сразу могу сказать, это гораздо более интересная и серьезная фигура, чем я и только вам, ваша аудитория еще спасибо за это скажу. Отлично, отлично, я обязательно воспользуюсь. Такой вопрос, отвлечемся немножко от того, что было раньше, вопрос по сегодняшней ситуации в стране, как вы видите, что происходит, глядя из Германии, наверняка у вас также связи сохранились, люди, которые рассказывают вам о том, что происходит здесь внутри, как вы оцениваете вообще ситуацию и какие может быть выводы либо прогнозы на ближайшее время, что может происходить, чего ждать обычным русским людям? Я мог бы какими-то бытовыми зарисовками заниматься, как это в Германии и как в России, наверное, не хочется много этому уделять внимания, хочется концептуальные вещи, взгляды свои изложить, но все-таки для зарисовки скажу следующее, у нас это началось на 2-3 недели раньше, чем в России, школьники уже 3 недели не ходят в школу, высшее учебное заведение тоже чуть позже за это посадили, закрыли, предприятия до сих пор работают, ну, большинство, много, малых предприятий работают, автозаводы все закрылись, все автогиганты, то есть то, что дает Германии составляет одну из ключевых отраслей экономики, они все закрыты, но это все сделано было административно, я вот реально людям хочу объяснить следующее, что эпидемии нет, да, я еще в окончании бытовых зарисовок, у нас закрыли спортзал, я вот две недели не хожу в спортзал, например, в связи с чем, ну, для того, чтобы физическую активность какую-то иметь, я сел на велосипед и сейчас катаюсь на велосипеде 2-3 часа в день 30-40 километров, да, это говорит о том, что, ну, как вы понимаете, у нас есть здесь свобода передвижения, хотя народу стало гораздо меньше, нет, в последнее время стали снова люди появляться на улице, но практически была полная затища, народ не выходил на улицу, но если ты хочешь выходить на улицу, никто не мешает, в рекомендациях было, что не собирайтесь только по трое, и люди рекомендации выполняли, никто не выходил, в Москве, ну, и в других регионах, как я слышу, понимаю, абсолютно полная дичь, то есть людей просто заперли директивно и никуда не выпускают, понятно, это угробит экономику, это угробит малый бизнес, значит, вождь, вождь Путин, вождь Россия сказал, что им за это заплатят, хотя, ну, госпредприятия, госструктуры заплатят, а кто даст предпринимателям деньги, сегодня он там по этому поводу что-то говорил, но это все не внушает доверия, загнется куча предприятий и, ну, по всей видимости, там целых отраслей. Почему я говорю, что эпидемии нет? Обратите внимание, что такое эпидемия, во всех там словарях сказано, это заболевание, которое охватывает от 5% и выше. Ну, вот в Германии проживает 82 миллиона человек. На сегодняшний день, на сегодняшний день даже уже не смотрел, неинтересно, вчера было там 100 тысяч человек, да, заболевших. То есть, ну, это одна десятая процента, одна десятая процента заболевших. Из одной десятой процента человеческой популяции, значит, из этого числа умирает там летальность 2%. Максимум. То есть, у вас 2% летальности от числа заболевших, это у вас получается какая-то сотая тысячная доля, вот действительно, с летальным исходом. Это никак не сравняется, не равняется с чумой средневековой, когда 2 трети населения города могло умереть. У вас тут это все исчисляется в долях процента. Я живу в городе Херфорд, это как бы райцентр считается, тут район Крайст это по-немецки, Крайст Херфорд. Здесь, ну, в городе проживает 65 тысяч человек, ну и во всем районе где-то в 2 раза больше, 130 там, условно говоря. Вот у нас статистика в нашей городской газете пишут, что у нас неделю назад здесь было и было больных 130 человек, то есть, еще раз, один из тысячи, точно, ну, примерно такая же пропорция, как в целом по Германии. Это было неделю назад. Сейчас там, вчера был в центре, там у нас эта газета вывешивается, я просто фотографию сделал, в инстаграме там где-то даже размещал, сейчас 200 с чем-то человек, то есть, ну, ну не одна десятая процента, а 15 сотых процента, да, это вот трамп совершенно правильно сказал, что не должно быть лекарство, не должно быть хуже самой болезни, так вот, сейчас сделали, они сделали, во-первых, это во всем мире, что лекарство хуже самой болезни, но в России это все еще более в гораздо тяжелой, в тяжелой форме, в тяжелых условиях, потому что если для здоровых экономик, это вообще возможно полезно, возможно они там это целенаправленно, административно это и сделали, потому что смотрите, во всем мире перепроизводство всего, от того, что автозаводы закрылись, ну для них это возможно будет спасение, потому что потом экономика будет восстанавливаться и этот перерыв, у них не будет затоваривания, у них вот реально по автосалонам здесь едешь, этих Мерседесов, этих БМВ, новые модели, плакаты, а они стоят, их не покупают, в том же самом, ну перепроизводство всего сейчас, в мире, перепроизводство всего, и ну возможно для сбывания этого пузыря это будет даже полезно, ну в богатых странах они оказывают социальную поддержку, серьезные программы, при том, что я говорю, много предприятий работают, а в России, в России для слабой сырьевой экономики сопровождающейся все это падением цены на нефть, это конечно все будет гораздо более разрушительно, какие последствия, но я россиянам советую, вот сейчас весна приходит, вспомнить, где там у вас земельное участок есть, сажайте картошку, зима будет непростая, зима будет непростая, и то, что там паника с закупкой продуктов, она здесь тоже была, и здесь до сих пор в магазинах там дефицит муки, дефицит сахара и дефицит макарон, дешевых сортов, дорогих сортов пожалуйста, дешевых сортов есть, но в России все это накладывается вот на такую самоизоляцию государственную, не длящуюся уже там на протяжении там последних шести лет, главный ресурс в такой ситуации это продовольствие, ну и все-таки приобретение в законной форме там оружия через общество охотников и так далее, иметь средства самозащиты, потому что я не верю в то, что говорят там будет какой-то социальный взрыв, который приведет там к смене режима и так далее, и так далее, чтобы был социальный взрыв должна быть какая-то авторитетная и адекватная позиция, за которой идет народ, но Путин так зачистил, гениально зачистил это политическое пространство, что в качестве оппозиции там, если не ПДС НПСР, то такого же формата Алексей Бессеребренник, Навальный я имею в виду, да, и так везде, на левом фланге есть КПРФ и так далее, они заполнили, заполнили уничтоженное политическое пространство вот своими собственными фейками какими-то, да, и поэтому, ну, народ в конечном итоге, если уже дойдет там до каких-то голодных бунтов, бунтовать, наверное, будет, а организованного сопротивления, но я пока не вижу, кто мог бы это сделать, возможно, там внутри Кремля будут какие-то там изменения типа дворцовых переворотов, но самое главное, что показывает опыт всего мира и в России тоже, это они начинают ограничивать права граждан во всем мире и в России в особенности с помощью технических и электронных средств, отсюда там все эти QR-коды, слежения, вот слежения через мобильные телефоны, вот это вот очень серьезная вещь, и в России, то есть глубинный протест он будет подавляться вот с помощью каких-то технических еще вещей, которые мы до сих пор не знали. Они, да, насколько я понимаю, сейчас они постепенно будут от этого отгребать, снимать этот карантин, возможно, получат там новых каких-то заболевших, но они потренировались, они в новой системе, как бы они ее обкатали, они поняли, что людей может по квартирам, смотрите, кто людей загнал по квартирам, их людей по квартирам загнал не Росгвардия, не ОМОН, не милиционер, а телевизор, просто людям начали с января рассказывать про какой-то Ухань, что в Ухане померло три человека, это новость или что? Вот, ну не новость, реально там, если где-то там что-то расскажут, что в Москве помер один человек от рака, да, но это несерьезно, для кого это производило впечатление, но если это три месяца рассказывали, что где-то в Китае там три, потом тридцать, а вы начинаете этим всем жить, и общество, несуществующее общество, вот эту массу атомизированную, они привели в состояние психоза, в котором люди считают разумным доверяться телевидению, я еще раз, я вот совершенно безбоязненно здесь в Германии езжу на велосипеде, достаточно много как бы по большой территории, езжу, катаюсь, но люди ведут себя тоже неадекватно, с одной стороны можно себя поберечь, как бы, да, но верить вот этому телевидению, вам телевизор никогда правды-то не говорил, а вы сейчас ему начали просто верить, вот так я вижу эту ситуацию, то есть это ограничение прав граждан и больше электронный контроль. У православных христиан, у верующих людей, конечно, здесь есть еще и как бы некие апокалиптические аллюзии такие, да, то есть в этом видно многое из того, что сказано в откровении Иоанна Богослова, в каких-то пророчествах старцев, ну, многое об этом напоминает, и людей это не может не тревожить. И к ситуации надо серьезно относиться, еще раз беспокоиться, ну, о самих себе, о своей семье, об продовольствии и об оружии и самообороны. Тем более, там ряд других цепных реакций пошло. Миллионы гастарбайтеров остались без работы, а наш дружественный Узбекистан закрыл границу и не принимает этих гастарбайтеров. Казахстан тоже закрыл границы, и таджики с киргизами тоже не могут никуда уехать. Они сидят без работы и без денег, либо им там, ну, у них тоже ресурсы кончатся еще, может быть, побыстрее, чем у вас, а они поагрессивнее вас и поорганизованнее вас. И их проще направить в нужные русла. Да, то, как их можно направить, мы видели, там, два года назад, по-моему, было, когда мусульмане Москвы вышли с протестами к посольству Мьянмы. Кто вот эту Мьянму слышал и про то, что там мусульман там предъясняют? Нет, тут собрались, то есть это явно вот инспирированное дело, но никаким там таджикам с чеченцами тысячу лет до этой Мьянмы дела не было. А тут они вот вышли и все, так что тут много новых вводных и то, как этим можно манипулировать властям. Понятно, Василий, ну, большое спасибо, очень интересно с вами общаться, мы ряд вопросов обсудили, но я понимаю, что мы можем общаться, короче, часами, но для видеоформата, для Ютуба лучше, конечно, делать видео там по 30-40 минут, это будет оптимально. вот, на сегодня я предлагаю закончить общение, я, как и сказал изначально, что даже половину вопросов своих задать не успел, но тем не менее, мне очень понравилась, хорошая продуктивная беседа, тогда до новых встреч, я думаю, мы в ближайшее время организуем запись еще одного видео и сделаем постоянную рубрику, где будем с вами периодически обсуждать различные вопросы политического характера. Мне тоже понравилось, спасибо вам большое, поклон аудитории вашего канала, будет интересно почитать реакцию на наше первое видео, приглашайте, я с удовольствием приду на следующей неделе и так далее. Все, отлично, спасибо большое, Василий, спасибо большое всем, кто смотрел это видео. Так, сейчас я...